Письменная история Беларуси насчитывает около тысячи лет. Все то, что было до этого времени, все те события, которые происходили на территории Беларуси в древности, изучают специалисты, которые занимаются археологией. Археологию иногда так и называют «история, вооруженная лопатой». Сегодня мы не будем говорить с вами про то, как работают археологи, каким образом, проводя раскопки, они извлекают из артефактов информацию. Мы поговорим с вами про то, что эта информация себя представляет, каким образом на основе современных данных выглядит древняя история Беларуси в период от 100 тысяч лет назад до V века н.э. Самые древние следы проникновения человека на территорию Беларуси относятся к периоду от 100 до 40 тысяч лет назад. В это время территории Беларуси и соседние регионы находились под властью ледника. Здесь был очень холодный климат, и только очень ограниченные участки были пригодны для заселения, для освоения человека. И самые древние орудия труда, которые связывают с людьми, найдены на территории Восточной Беларуси, в Верхнем Поднепровье, возле памятников Абидовичи, Светиловичи и Подлужья. В этих пунктах найдены древнейшие остроконечники, скрёбла, оставленные неандертальцем. Эти люди проникли на территорию Беларуси, скорее всего, из южных либо юго-западных регионов. Каким образом происходило их проникновение? Сказать сложно. Неизвестно, это была единовременная волна расселения, или же человек сюда приходил несколько раз. Слишком мало информации, и слишком она обрывочна. Гораздо более информативные находки, которые относятся к следующему периоду, от 40 до 14 тысяч лет назад. В это время на территории Беларуси, как и на всей территории Европы, господствующую роль стал играть человек современного вида – кроманьонец. Что послужило причиной расселения кроманьонцев на территории Европы, опять-таки, неизвестно. Известно только то, что этот человек очень успешно адаптировался к довольно суровым условиям, в которых ему приходилось жить. В это время территории Европы и Беларуси, в том числе, по-прежнему были под властью ледниковых покровов. В тех местах, где ледник отступал, расселялись мамонты, шерстистые носороги, цебыки, зубры и другие животные холодных климатических условий. И именно эти животные становились главным объектом охоты и потребления древнего человека. На сегодняшний день нам известны два памятника, связанные с древнейшими людьми. Оба этих памятника расположены на территории Верхнего Поднепровья. Это знаменитые пункты Юровичи и Бердыш. В традиционном подходе эти стоянки рассматривались как места жизни древнего человека, как места, где проживали древние охотники на мамонтов. На памятниках найдены такие орудия труда, как остроконечники, ножи, изготовленные из кремня. Однако в настоящее время археологи начинают по-новому подходить к оценке этих памятников. Наблюдая за жизнью слонов, наблюдая за жизнью современных животных, исследователи и археологи, и специалисты других дисциплин, зоологии, отмечают, что слоны приходили и приходят умирать на так называемой слоновье кладбище. Предполагается, что мамонты в древности могли вести подобный образ жизни. И в некоторых пригодных для этого участках таким образом накапливалось довольно много туш мамонтов. И, скорее всего, древний человек приходил на такие памятники, на такие пункты и занимался обработкой того материала, который уже был. Таким образом, древний человек, скорее всего, был сборщиком падали. И вот именно такую интерпретацию, такое объяснение исследователи и предлагают для стоянок Бердыша и Юровича. Скорее всего, это были кратковременные стоянки, кратковременные пункты, где человек приходил для разделки туш мамонтов. А, собственно, сама жизнь древних людей, сами поселения размещались в каких-то других пунктах, и их выявление – это дело будущего. Около 14 тысяч лет назад ситуация резко изменилась. Ледник постепенно отступал все дальше, и те климатические условия, которые сложились в это время на территории Белоруссии, были уже непригодны для жизни мамонтов. Почему вымерли мамонты, сказать сложно. У следователей разной точки зрения есть на этот счет. Таким образом, около 14 тысяч лет назад на смену мамонтовой фауне пришли животные других видов, приспособленных к жизни в более теплым условиях. И главным героем этого животного мира был северный олень. Именно на северных оленей и охотились люди в это время. Но тут нужно иметь в виду, что северный олень и близкие ему животные – это животные довольно мобильные. Они перемещались на значительные территории с довольно большой скоростью. И поэтому исследователи неоднократно размышляли над тем, как же древний человек мог на этих животных охотиться. Первоначально предполагалось, что люди в это время перемещались вслед за мигрирующими стадами животных с севера на юг и с юга на север. Но опять-таки последние достижения в области археозеологии показывают, что северный олень перемещался с очень большой скоростью. С такой скоростью, как 60-80 км в час, и у древних людей не было адекватных транспортных средств. Поэтому такое преследование на сегодняшний день считается уже версией неправдоподобной. Древний человек, наблюдая за жизнью этих животных, мог избирать другой способ охоты. Подстерегали животных в узких местах, в каких-то ущельях, в каких-то небольших перешейках. И когда шло стадо, то отдельные особи уже были не очень внимательны. И вот таких отставших животных можно было легко поймать. Предположительно, такие охотничьи операции проводились несколько раз в год. Скорее всего, весной и осенью, когда животные перемещались. И на некоторых памятниках, ну правда не у нас на территории Беларуси, а в соседних регионах, на некоторых памятниках находят скелеты животных с камнями в грудных клетках. То есть, таким образом, туша убитого животного могла длительное время сохраняться. Но, как бы не велась охота, древний человек в это время был вынужден вести всё-таки более-менее мобильный образ жизни. И считается, что памятники осваивались довольно непродолжительное время. И люди жили в наземных конструкциях типа шалашей и чумов. Рядом с этими жилищами располагались очаги, которые отапливали помещения. Для того, чтобы охотиться на довольно крупных и мобильных животных, человеку нужен был соответствующий набор орудий труда. И в эпоху так называемого финального палеолита начинают использоваться стрелы, и для них изготавливают довольно массивные наконечники из кремня. Кроме таких наконечников, древний человек использовал различные скребки, различные резцы, орудия рубящего действия. И для изготовления этих предметов он использовал кремень, как местный, так и импортный, которые поставляли в том числе с территории современной Польши. Около 10 тысяч лет назад происходит очередная климатическая катастрофа для древнего населения, разумеется. Ледник отходит, климат соответствует современному. Соответственно, все животные, приспособленные к более холодным условиям, северный олень и другие, они уходят на север. Часть населения перемещается вслед за этими стадами, ну а основная часть населения продолжает по-прежнему жить на уже заселенных территориях, но эти группы вынуждены адаптироваться к новым условиям, к новым объектам охоты, к новым условиям окружающей среды. И в эпоху, которая наступила около 10 тысяч лет назад, так называемую эпоху мезолита, начинает меняться набор оружия. В это время уже не используют массивные стрелы, а начинают использовать более миниатюрные составные орудия, где брался кусок дерева, кости в качестве рукояти, а в качестве острий и других рабочих поверхностей использовали так называемые микролиты. Это маленькие предметы, изготовленные из кремния. Для того, чтобы можно было без проблем менять те микролиты, которые использовались в качестве вкладыша и которые ломались, человек был вынужден менять и технику обработки кремния. Если раньше было достаточно бить камнем о камень и получать довольно грубые сколы, то теперь для получения микролитов такая техника уже недостаточно. И древний человек переходит к технике отжима, когда использовали специальные инструменты, с помощью которых можно было получать длинные, тонкие, стандартные пластинки, и уже из них можно было изготавливать вот эти самые микролиты. В эпоху мизолита человек ведет по-прежнему мобильный образ жизни и живет в наземных конструкциях, которые, наверное, мало чем отличались от конструкций предшествующего времени. Другое дело, что в эпоху мизолита человек начинает осваивать не только лесные просторы, но и водные просторы. Человек начинает заниматься не только охотой, но и рыболовством. И о занятиях рыболовства свидетельствуют частые, особенно в соседних регионах, находки костяных гарпунов, наконечников для ловли рыбы, крючков, сетей и даже лодок. К этому времени относятся первые на территории Белоруссии предметы, связанные не только с утилитарно-функциональным назначением, но и с те предметы, которые отражают духовный мир древнего человека. На некоторых памятниках находят костяные острия, костяные наконечники и просто куски кости либо рога с орнаментом, а также с зооморфным изображением. Около 5000 лет до нашей эры ситуация вновь начинает меняться. И это связано не только с климатическими изменениями, как предшествующее время, но и с изменением культурной ситуации и культурной традиции. Около 5000 лет до нашей эры то местное мезолитическое население, которое здесь на территории Беларуси проживало испокон веков, начинает использовать новые предметы. Прежде всего в это время начинается изготовление керамики. Для того, чтобы сделать горшок, древний человек брал глину, но просто использования глины для этого было недостаточно. В глину добавляли различные примеси, такие как траву, солому, песок, либо сухую глину. Из полученного теста лепили ленты. Из этих лент сооружали сосуд. Сверху его украшали различными орнаментирами, оставляя отпечатки ямок, гребенки, различных штампов. Иногда могли украшать просто отпечатками ногтей, либо пальцев. Полученные сосуды обжигали на костре, в результате чего они получали очень неровный пятнистый цвет. Ну и древние горшки имели весьма своеобразную форму. Они были остродонные. Почему древние сосуды имели такую форму, у исследователей также нет единого мнения. Некоторые предполагают, что такая форма была наиболее пригодна для использования. Такие горшки можно было ставить в костер, закапывать землю. Так было проще. Другие же исследователи предполагают, что на самом деле такая особенность сосудов – это особенность функциональная. И горшки, изготовленные с такой несовершенной техникой, гораздо лучше сохраняются, если имеют острое дно. Горшки могли часто биться. И в таком случае сосуды не выкидывали, а их пытались ремонтировать, связывать берестой, какими-то нитками, и вновь впускать в хозяйственную деятельность. На памятниках часто находят сосуды, фрагменты сосудов с просверленными отверстиями, которые указывают на такое использование вещей в древности. Как мы уже говорили, древние горшки обычно украшали. При этом предполагается, что орнамент был не просто декоративным элементом, а орнамент нес в себе гораздо более глубокий смысл. Различные группы населения украшали свои сосуды разными видами орнамента. И именно орнаментация керамики является одним из признаков для выделения различных сообществ эпохи неолита на территории Беларуси. Орнаменты, которые наносились на древние горшки, могли быть как геометрические, в виде различных полос, узоров правильных форм, так и орнаменты могли быть зооморфными или даже антропоморфными. Изредка на памятниках находят фрагменты керамики с изображением уточек либо людей. Такие герои, уточка и мужчина, это довольно распространенные персонажи рисунков на керамике, найденные на территории не только Беларуси, но и соседних регионов. Скорее всего, мы имеем дело с отражением мифов, существовавших в прошлом и имевших очень большое значение в жизни древних обществ. Ещё одна характерная черта культуры этого времени, 5-3 тысячелетия до н.э., то, что называется эпоха неолита, это распространение производящих форм хозяйства. Человек занимался не только охотой, не только собирательством и рыболовством, но начинал заниматься также земледелием и животноводством. Ранее считалось, что первые признаки таких производящих видов хозяйства появляются на территории Беларуси только в более поздние времена, в эпоху Бронзы. Но последние данные и археологические, и биологические свидетельствуют о том, что уже в эпоху раннего неолита, уже около 5 тысяч лет назад, на юго-западе Беларуси появляются первые свидетельства знакомства населения с земледелием. Для того, чтобы заниматься и земледелием, и животноводством, человеку нужен был соответствующий набор орудий труда. И в эпоху неолита начинают распространяться новые совершенные типы рубящих орудий. Ранее таких топоров и долот человек не делал. И самое главное, в это время начинают распространяться новые способы обработки, и кремня, и камня. Человек начинает в первую очередь шлифовать орудия, изготовленные из этих материалов. Но чтобы изготовить топор довольно больших размеров, массивный, внушительный, нужен был соответствующий материал. Кремень, просто находящийся на поверхности, для этого дело не подходит. И с эпохой неолита связано начало работы известных красносельских кремнедобывающих шахт. Кремень залегает в меловой толще, образуя горизонтально расположенные цепочки. И древний человек в своей работе учитывал эти геологические особенности. Люди выкапывали колодец глубиной до 5-6 метров. И когда в процессе разработки этого колодца человек выходил на уровень кремненосного слоя, начинал выборку материала. Работа в шахтах велась с помощью роговых орудий труда. Кирками, топорами из породы доставались конкреции, и тут же в шахте велась их первая обработка. Затем с помощью специальных кожаных мешков конкреции поднимались на поверхность, и непосредственно возле шахты велась уже обработка будущих топоров и долот. Затем полуфабрикаты переносили на более отдаленные от шахты участки. Такая практика была распространена в эпоху неолита повсеместно. В районе шахт проводилась только первоначальная обработка топоров, а уже их окончательная доделка проводилась где-то в другом месте. В любом случае топоры и долота, изготовленные из красносельского кремня, встречаются в отдаленных регионах на территории и Польши, и Литвы, и России. То есть это был настоящий центр добычи кремня и кремнеобработки в древности. Работы в этом центре вели не те люди, которые жили на территории Белоруссии, начиная с эпохи мезолита, а первыми шахтерами были мигранты, пришельцы с территории современной Польши. Это были люди, носители совершенно других традиций, носители совершенно других практик и бытовых, и ритуальных. И именно с этим новым населением связан довольно любопытный памятник эпохи позднего неолита III тысячелетия до н.э. погребения животных. В одной могильной яме находилось более десяти скелетов различных животных, крупного и мелкого рогатого скота, свиней, а также отдельные кости свиньи. В этом погребении находились горшки, которые были поставлены в качестве погребального инвентаря. А в грудной клетке одного из быков были найдены костяные наконечники. Они использовались в качестве ритуальных орудий при совершении погребений. Это погребение, скорее всего, было связано с теми практиками, которые имели значение для древних шахтеров. Возможно, таким образом древние люди хотели поддержать себя в сложной работе по добыче кремния. А возможно, таким образом мигранты, следуя своим древним традициям, хотели подчеркнуть свое отличие от местного населения, которое не было знакомо со сложными навыками работы в шахтах. И кроме этого захоронения животных, в районе красносельских шахт найдено захоронение человека. В одной из полузасыпанных выработок был найден скелет человека, а рядом с ним располагались горшок и костяная игла. Этот человек – представитель иной группы мигрантов, которая работала на территории красносельских шахт в эпоху позднего неолита около трех тысяч лет назад. Более очевидно одно – около трех тысяч лет назад, в начале второго тысячелетия до нашей эры, территория Белоруссии, как и соседних регионов, постепенно входит в новую эпоху – эпоху бронзы. Но территория нашей страны находится в отдалении от центров добычи металла, от центров металлообработки. И поэтому вступление населения нашей территории в новый мир эпохи бронзы было довольно медленным и неспешным. Самые древние медные и бронзовые орудия труда встречаются в погребениях на территории Восточной Белоруссии. В захоронении к умершим складывали топоры, орудия иного типа, а также разнообразные украшения – кольца, подвески, а также нагрудные украшения. Кроме медных и бронзовых предметов, которые имели явно импортное происхождение и их поставляли с территории Карпатского региона, с территории современного Кавказа, в погребениях находят и янтарные украшения – подвески, кольца с просверленными отверстиями. И эти янтарные изделия также, естественно, являлись импортом, и их привозили с территории современной Прибалтики. Ну, наконец, еще одна редкая экзотическая категория находок, которая встречается в это время в погребениях на Верхней Поднепровье – это бусины из стекла и фаянса. Первоначально предполагалось, что это импорт с территории Востока, но теперь исследователи единодушны в том, что это также вещи, привезенные из Карпатского региона. То есть в эпоху Бронзового века начинает формироваться целая довольно развитая сеть торговых обменных отношений с различными регионами. И население, которое проживало на территории Беларуси, играло в контроле этих торговых путей очень важную роль. Но металл, янтарь, фаянс – это изделия очень редкие. Они использовались для того, чтобы подчеркнуть социальный статус тех или иных людей. Большей популярностью в эпоху Бронзы пользовались такие предметы, также ценные, как каменные сверленые топоры. И такие находки встречаются практически повсеместно и на поселениях, и в погребениях, ну и в качестве случайных находок. Каменные сверленые топоры привлекали внимание исследователей неоднократно, уже более ста лет. И первоначально думали, что изготовление такого предмета необычайно трудоемкое, необычайно сложное. Но теперь современные исследования показывают, что не все так было тяжело. Куску камня придавали необходимую форму. Затем с помощью воды и песка этот полуфабрикат топора шлифовали, а после этого с помощью полой трубчатой кости животного и, скорее всего, лучкового механизма, кость сверлили и изготавливали в ней отверстия. Иногда находят топоры с недосверленными отверстиями, а иногда находят топоры сломанные в месте этого самого отверстия, поскольку в этом месте топор становился довольно уязвимым. И древний человек подходил к своим вещам очень экономно. И если позволяли размеры обломка, то такие изделия сверлились повторно и опять пускались в действие. Кроме обыкновенных топоров находят и предметы, которые также могли, как и медные, как и бронзовые изделия, выступать в качестве предметов престижа и социального статуса. Это так называемые булавы, изготовленные из камня и очень часто дополнительно украшенные различными орнаментами. Те находки, которые сделаны археологами к настоящему времени, говорят о том, что в эпоху бронзы, несмотря на то, что территория Беларуси находилась в отдалении от центра бронзолитейного дела, происходили процессы социальной стратификации. И главенствующую роль в таком новом складывающемся обществе играли мужчины. И большинство тех медных бронзовых изделий, большинство тех украшений, которые найдены археологами, они найдены именно в мужских погребениях. О существовании таких изменений в обществе указывают не только находки погребального инвентаря, но и предметы декоративно-прикладного искусства. В частности, на территории Северной Беларуси найдены изготовленные из дерева и кости фигурки людей. Около VIII-VII века до н.э. на смену эпохе бронзы приходит новая эпоха, эпоха железа. Население, постепенно втягиваясь в те системы обмена, торговли, которые складывались и функционировали на территории Европы в эпоху бронзы, начинали постепенно использовать не только очень редкие и дорогие материалы, но и более распространенные. И одним из таких распространенных материалов, который в конце концов заменил в повседневном использовании бронзу, стало железо. Чтобы получить железный предмет, человеку нужно было провести ряд операций. Бронза – это металл, для получения которого на территории Беларуси нет соответствующего сырья, то для того, чтобы изготовить железный предмет, далеко ходить не надо. На заболоченных территориях встречается так называемая болотная руда, которую можно было истолочь, смешать вместе с дробленным древесным углем и в специальных печках, так называемых домницах, под воздействием высокой температуры обработать. И в результате такого химического процесса, который происходил в этих печах, получалось железо. Оно было вначале не очень качественным, но древний человек довольно быстро научился из этого некачественного железа получать более качественный металл. И если свидетельства бронзолитейного дела на территории Беларуси крайне редки, то доказательств того, что черная металлургия являлась общераспространенной практикой, весьма многочисленные. Из железа изготавливали различные орудия труда, оружие, а бронза использовалась для изготовления украшений либо каких-то предметов ритуального характера. Новые технологии, которые стали распространяться в VII и последующих веках до нашей эры, а также весь предшествующий процесс развития общества, привели к тому, что в эпоху Железного века то неравенство, которое начинало складываться в предшествующие времена, достигло очень высокого уровня. И вот это неравномерное развитие различных групп населения приводило, естественно, к возникновению военных конфликтов. И поэтому человек в эпоху Железного века стал селиться не только на неукреплённых поселениях, как в предшествующие времена, но он стал возводить укреплённые поселения, так называемые городища. На специально созданных возвышенностях, либо же на природных возвышенностях, человек поселялся, окружал своё поселение первоначально ограждением из дерева, впоследствии он выкапывал рвы, валы, сооружал. То есть это уже была целая сложная система укреплений. И на таких поселениях и велась жизнь в эпоху Железного века. В дальнейшем человек вновь стал жить на неукреплённых поселениях, но уже имеющиеся городища использовались в качестве временных убежищ в случае каких-либо угроз. В эпоху Железного века разница между различными группами населения становится ещё более очевидна, чем в предшествующие времена. И неравномерное развитие также в это время наблюдается. Первыми стали использовать железо, стали получать, обрабатывать этот материал племена, которые проживали на территории Южной Беларуси. Это население осваивало пригодные возвышенности, сооружало на них городища с жилищами, наполовину закопанными в землю, так называемыми полуземлянками. Это население изготавливало круглодонную керамику, сосуды такого типа очень редки, но и хоронило своих умерших и в курганных захоронениях, и в обычных грунтовых. В погребения помещали довольно богатый погребальный инвентарь, в том числе разнообразные предметы, изготовленные из железа и бронзы. При этом интересная черта, интересная деталь заключается в том, что очень многие типы оружия, население, которое заселяло южную часть Беларуси, имеют аналогии в скифской культуре. Это наконечники копий, наконечники стрел. Это говорит о контактах, которые существовали между различными группами населения в древности. Ну и с этим же населением связаны аморфные изображения, и на памятниках находят довольно много фигурок коней. Если южные регионы довольно быстро входили в эпоху Железного века, то на севере ситуация была немного иной. Северная часть, центральная часть Беларуси была заселена группами, которые очень длительное время обходились только бронзовыми орудиями. И только на рубеже R они стали использовать металл, черный металл. Это население также проживало на городищах, то есть укрепленных поселениях, но возводили люди наземные дома, которые состояли из нескольких помещений. В каждом таком помещении был очаг. И археологи находят на поселениях довольно много остатков очагов, изготовленных из камней, либо из глины. Интересным моментом является то, что если в Южной Беларуси погребения довольно известны, то на севере они практически неизвестны и до сих пор не выявлены. Возможно, они просто не найдены, а возможно, такая ситуация является отражением каких-то иных религиозных и идеологических представлений населения этого региона. В начале нашей эры часть территории Беларуси, современная Брестская область, была освоена представителями совершенно иных культурных традиций. Если на юге проживали племена, которые так или иначе входили в контакты со скифской культурой, если на севере проживали племена, которые в настоящее время исследователи относят к кругу балских племен, то на западе появились племена, которые относят к германским обществам племен готов и гипидов. Перемещаясь с территории Западной Европы в Причерноморье, эти довольно воинственные племена прошлись и по территории Бабужья. От них остались захоронения по обряду кремации, когда остатки сожжения ссыпались в урну, и кроме вот таких керамических изделий, в погребениях найдено довольно много украшений, предметов труда и реже оружия. Каким образом происходили контакты самых разных групп населения, которые заселяли территорию Беларуси в древности, сказать сложно. Не всегда археологические данные вливают достаточно света на такие сложные вопросы. Известно только то, что в V веке н.э. на территории Беларуси появились племена совершенно новой культурной традиции, те племена, которые относят к самым древним славянам. Но этап славянизации нашей страны – это совершенно новый этап в истории Беларуси. И сегодня мы о нём говорить не будем. Заканчивая сегодняшнюю нашу встречу, мне хочется сказать, что то, о чём мы с вами говорили, – это всего лишь маленькая верхушка огромного айсберга. Древнейшая история и археология – это те сферы, которые таят в себе ещё очень много неизвестного. И для открытия этих тайн я вас приглашаю на ИСТФАК и на кафедру археологии и специальных исторических дисциплин.